Добрый день, мои дорогие! Добро пожаловать на мою кухню! Я сама из Аджари, из города Батуми. И часто готовлю наши национальные блюда, несмотря на то, что мы не находимся в Грузии и в Испании. Все ингредиенты я могу купить, если нет в магазинах, то хотя бы по интернету. Хочу поделиться с вами моим рецептом. Сегодня воскресенье и пока моя семья спит, это пока утро, мой муж и мои дети спят, я решила для них приготовить аджарский хачапури, который делаю часто. Для этого нам надо воды, не теплой и не очень горячей, так чтобы дрожжи хорошо развились. Я использую дрожжи, их еще и называют живые дрожжи. Они очень хорошо расходятся. Полтора чайной ложки соли, одну чайную ложку сахара, две столовые ложки подсолнечного масла, сто грамм сливочного масла и муки. Ну тут у меня килограмм, может немножко больше, просеянной муки. Это уже как там подойдет. Я буду все взбивать в моем миксере и процесс пойдет хорошо. Значит, в теплую воду я засыпаю живые дрожжи, они очень хорошо разводятся. Добавляю сахар, чтобы они хорошенько начали действовать. И вообще хорошее тесто получается. Вот уже я развела, все так разошлось. Наливаем миксер. Наливаю подсолнечное масло. Засыпаю соль. Масло. Оно теплое, теплое, ну комнатной температурой. И включу, чтобы немножко на малинку. Чтобы немножко разошлось. И буду добавлять муку. Постепенно. Когда уже станет пастообразная, я уже добавлю остальную муку. В принципе, можно уже добавить остальную муку, чтобы она смешалась хорошо. Яйца я не использую в дрожжевое тесто. На хачапуре это не нужно. А если пирожки и другие какие-нибудь продукты, я тогда использую яйца. Сейчас посмотрю, нужно ли добавить. Можно уже посмотреть. Тесто вот хорошо смешалось. Это убираем. Вот под пеленый стол я достану тесто. Вот это тесто, оно уже готово. Очень хорошо замешалось. Мы его немножко помнем, чтобы тесто поднялось потом. Вот оно такое мягкое, такое эластичное. И очень вообще не прилипает. Даже не надо больше этого муки подсыпать. Возвращаю миску к миксеру. И накрою пленкой, чтобы тесто поднялось. Пока будет тесто подниматься, я приготовлю начинку. Сыр. Накрою пленкой, чтобы тесто поднялось. Это отложу в сторону. Для начинки вообще я использовала очень много сыровых, экспериментировала и искала хороший сорт, который подошел бы к нашему хачапури. Ну, я остановилась на таких сырах. Ну, сулугуни здесь, конечно, не найти. Разве что в русских или украинских магазинах. Но я использую, когда нет у меня, тогда я покупаю моцареллу. Она похожа на наш сулугуни. И сыр. Он называется свежий сыр. Это тоже похож на наш эмеретинский сыр. Я это все смешиваю. И, конечно, добавляю масло, потому что нету здесь жирности. И нежирный сыр невкусный. Его нужно обязательно добавить в этот масло. Я на крупной терке натру сейчас сыр. Пока мое тесто будет подниматься, я буду готовить начинку. Сыру нужно больше, много. Здесь у меня килограмм кесо фреско. Вот это вот сыр, свежий сыр. И три головки, маленькие головки моцареллы. Я это все смешаю. И обязательно добавлю соль, потому что он абсолютно не соленый. Абсолютно. Вот сыр хороший. Просто надо его как-то комбинировать, чтобы получилось хорошо. И моцареллу лучше я буду разрывать руками. Потому что он очень мягкий. И лучше его так поделить. Моцарелла и на пиццу хорошо идет. И на простой хачапури, гемеретинский хачапури. Потому что немножко хоть похож на сулугуни. На четыре хачапури я это все... Ну, посмотрим, сколько у меня тут понадобится. Но я потру побольше. Потому что я делаю и в тесто, и вокруг теста, и внутрь, в середину, в лодочку. Если делать, то вкусно. Мне придется переложить более большую миску, потому что уже здесь не смогу помешать. Надо хорошо вымесить. Сейчас добавляю масло, потому что он абсолютно не жирный. Мой сыр, ни моцарелла, ни свежий сыр жира вообще не имеет. А так как от жарской хачапури сыр должен плавать, нужно ему помочь. Ну, этого хватит достаточно. Сейчас добавим соли и перемешаем хорошо. Добавлю соль. Наверное, мне этого хватит. Сейчас ждем, пока тесто, уже мое тесто поднимается. И скоро буду делать лодочки. Мое тесто уже поднялось. Очень мягко, очень такое приятно его использовать. Я сейчас его поделю на четыре части, потому что нас четверо дома. Мало муки нужно, не очень много. Одну хачапури я делаю маленькой, для меня. Остальные по-ровну, ровно на одинаковой части для моего мужа и детей. Дети у меня большие уже 25-26 лет. Но я их все равно детьми называю. Делаем вот такие шарики и откладываем. Абсолютно не прилипает, потому что там есть и масло, и подсолнечное масло. Также приятно с ним работать. Тесто универсальное. Я вам покажу два способа приготовления лодочек для Аджаши и Хачапури. Тесто я буду расплющивать калкой. Сделаю таким кругом. И вот как нужно делать. Немножко вот так растяните, немножко. И начинайте закручивать вот эти вот края. Пока с одной стороны, потом с другой стороны. Вот так вот. И защипите концы наверху и с этой стороны. Вот это вот. Вот так вот мы откладываем его, чтобы немножко все равно поднялось тесто. Вот первую лодочку мы делаем вот так вот, таким способом. Второй способ будет легко делать и туда помещается очень много сыра. Значит, мы не округляем тесто. В длину его будем расплющивать. Вот так. Немножко в ширину и больше в длину. Чтобы был такой вот прямоугольный как бы. кладем сюда сыр и защипываем по всему верху защипываем как на пирожках, но по всему. больше как пельмени. Хорошенько надо его защипать. Закрыть все, чтобы отсюда не вытекало ничего. Мы должны закрыть вот этот большой пирожок. сейчас самое интересное. Этот защипанный край мы будем прятать и сделаем так, чтобы он вообще исчез. сейчас ножиком я открываю середину разрезаю вот так вот тесто вот такой вот и все вот это вот весь этот сыр разгоняю по бокам сыр будет по кругу везде и в концах и в начале и по краям абсолютно везде вам показала как мы раньше делали но этот лучше потому что сыр везде будет таять и конечно он вкуснее даем форму лодочки добавляем сыр побольше чем больше тем лучше конечно наш противень можно немножко подпылить потому он все равно не не пригорит но все равно немножко отложим вот так на один противень я буду устанавливать две лодочки то же самое делаем со вторым я уже все лодочки уже приготовила все четыре этот оставила как первый способ внутри нет сыра здесь в тесте а здесь везде все везде сыр я уже включила духовку разогревать на 200 градусов вверх вниз чтобы хорошо запекалась те что тесто уже поднялось нормально и минут через пять я уже поставлю в духовку по одному наши хотяпури уже испеклись будем доставать из духовки смотрите какая красота сейчас нам надо обмазать это масло я на две минуты еще раз положу в духовку потому что буду сейчас класть желток кто любит вот так вот делаем дырочку и кладем туда яичный желток и так во втором тут кипит прям все есть сыр все хорошо запеклось на две минуты положим опять в духовку чтобы яйцо схватилось не сильно его не нужно варить пару минут хватает и потом будем класть вторую порцию мои дети уже проснулись так что для них уже готово а мы сможем потом покушать все на этот раз мое видео закончилось надеюсь вам понравилось подписывайтесь на мой канал жмите лайки добавляйтесь ко мне в фейсбук и присылайте свое видео свои фотографии до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...